То, что в последнее время происходит с домами, имеющими историческую ценность, можно смело назвать уничтожением Одессы. Увы, не стал в этом исключением и известный всем дом-утюг, что на улице Мечникова, 90. За время так называемого капитального ремонта, который длился десятилетиями, дом пришел в состояние полной негодности. Всем своим ужасным видом здание показывает, во что может превратиться памятник архитектуры из-за халатного отношения к нему городской власти. Старинное здание на улице Мечникова, 90, также известное как дом-утюг, выглядит крайне удручающе и на первый взгляд кажется давно заброшенным. Однако здесь по-прежнему живут люди. Как нам известно, этот дом был признан аварийным еще в 80-х годах. В 1989 году было объявлено начало капитального ремонта здания. Тогда часть его жильцов отселили в коммуны на Вильямса, однако некоторые отказались покидать свои квартиры и до сих пор там выживают. По словам Натальи Васильевны, жительницы дома, бывшая власть, да и нынешняя тоже, за 30 лет не могут восстановить дом. Сколько поднималось вопросов о реконструкции, но на эти вопросы власть не может дать ответа. Да и про другие дома также. Последний, кто здесь был на доме, боделан. Ну, когда мы подняли вопрос, насколько все это технически обосновано, и все тут же свернули, все тут же бросили к вам вынести, вот такая папка. Кто там только не отвечал и что только не отвечали. Муж просто все это коллекционировал, мужа уже нет в живых, а у меня рука не поднимается, я понимаю, что это макулатура. Так называемый капитальный ремонт длится более 30 лет. Но что от этого имеют жители дома? Вместо того, чтобы помочь нуждающимся жильцам этого дома, им предложили переселиться в отселенческий фонд. Но и семьи, которые отказались и продолжают жить в своих квартирах на третьем этаже дома. Ну да, когда начался молотовый капитальный ремонт, нам предлагали всем на отселение. Все, кто отселился, они там и остались в этом отселенческом фоне. Ну, конечно, большинство просто поумирало. Сейчас на здании просто жутко смотреть. Стены дома полностью лишились верхнего слоя штукатурного покрытия. Благодаря реконструкционным работам, которые так и не были закончены, из-за этого дом подвергается погодным влияниям, так как влага разрушительно действует на оголенный камень. За это время появились многочисленные трещины. В некоторых квартирах разрушены оконные проемы. Как сообщают жители дома, долгое время подвалы здания полностью были затоплены водой. Из этого всего можно сделать только один вывод, что в Одессе властям попросту наплевать на памятники архитектуры, которые искусственно уничтожают под прилогом так называемой реконструкции, которая затягивается на десятилетия. Ну а дальше дом уже сам рухнет. Тем более, если я тому еще поспособствовал так называемый ремонт. Наверное, проще добиться обвала дома, чтобы обвинить в этом жильцов и построить на этом месте новый торговый центр, который никому не нужен, чем попытаться сохранить кусочек исторической Одессы, которая так красива и так любима нами. И любима городской властью. На словах.